К 15-му туру Белшина и Шахтер подходили в одинаковом настроении. Первые в предыдущей игре ни с чем вернулись из Мозыря, вторые вылетели из Лиги Чемпионов. Да и во внутреннем турнире у Солигарчан сейчас всего лишь шестое место. В Бобруське горняки исключительно ради победы. С первых минут желто-черные берутся за дело, моментов хватит еще на пару матчей. Но вот реализация, она пока хромает. С нулями на табло команды уходят на перерыв. Наша болезнь, я не знаю, что это такое. Как это назвать? Ну то, что мы не можем попасть в урворот. Имеет вот столько возможностей для гола. И острых моментов, и просто возможностей того, чтобы поставить точку и разыграть правильно. То блокироваться, то мимо, то еще что-то. Вторая половина матча получается более результативной. На 66-й минуте Белшина выходит вперед. Шахтер ошибается в собственный штрафной. Мяч на счету Соколовского. С олигарчане сразу бросаются отыгрываться. 8 минут и подопечные Сергея Ташуева не только сравнивают цифры, но и выходят вперед. Сперва Максим Скавыш забивает. Для нападающего это сотый гол высшей лиги. Затем после ошибки центрального защитника красно-черных, Черняк записывает свое имя в протокол. 2-1. До финального свистка счет не меняется. С олигарчане увозят из Бобруйска 3 очка. Шинники опускаются на 12-ю строчку в турнирной таблице. Сейчас в чемпионате будет пауза на Кубок страны. Бобруйчане должны были играть с Гомелем в 1-8, но матч перенесли по просьбе Рысей. Им в четверг стартовать в лиге конференций. Илья Русецкий, Максим Кембель, Максим Галеонко, Бобруйск 360.